Первый раз эту презентацию я показала в 2004 году. Я только-только вернулась из британской магистратуры и мучительно искала способ объяснить, чем же тот подход, которому я научилась, отличается от нашей ежедневной практики. Мне нужно было это рассказать своим российским коллегам. Я никак не могла, никакие слова не помогали, никакие объяснения и жесты не помогали объяснить разницу. И эта презентация реально мне приснилась. Видимо, настолько мучительно я думала над тем, как объяснить этот принцип коллегам. Но на самом деле я честно думала, что я пару раз покажу эту презентацию, всё объясню, и после этого мы начнём конструктивно работать над медиапроектами. Ну, конечно, вот прошло уже больше 15 лет, и до сих пор я эту презентацию использую и в дистанционных курсах, и на тренингах, и даже просто в общении с коллегами и с партнёрами. Очень важно провести вот этот водораздел между СМИ и медиа, потому что ответ на вопрос, что мы строим, он тянет за собой массу дальше следствий, очень значимых и важных следствий. Мы строим СМИ или медиа, от этого зависит, каких людей мы приглашаем в команду, с какими компетенциями, как ставим им задачи, как мы вообще понимаем и как мы считаем успешность нашего медиапродукта. Мы определяем стратегии продвижения, мы выбираем модели монетизации для разных медиапроектов. Поэтому то, что считалось, то, что я думала, что будет очень небольшой такой подсказкой в моём общении, коротком общении с друзьями и коллегами, вылилось в некий такой концептуальный модуль обучающий. И эти слайды разошлись уже достаточно, и много кто их видел. Просто я хочу с вами поделиться самим этим принципом, самой концепцией, чем же отличаются СМИ и медиа, принципиально отличаются. Давайте пройдём по этому пути. Я буду задавать вопросы, вы внутренне для себя отвечаете. Если вы смотрите это видео в группе, то это прекрасный повод обсудить различия между вами и общие между вами. Так что давайте посмотрим, чем же отличаются СМИ и медиа. Кто с филологией, с лингвистикой связан, тут хорошо знает, что за каждым словом стоит определённая картинка, определённый концепт. И мы в процессе жизни эти картинки нарабатываем у себя в голове, называем, даём им эти ярлыки, называем их этими словами. И нам часто кажется, что то, как мы мыслим, точно так же мыслят и все остальные, и сильно удивляемся, когда у людей совершенно другая картинка в голове. Ну давайте, простое упражнение. Я говорю слово «яблоко». Кто из вас представил зелёное? Кто из вас представил красное? У кого это яблоко лежит на траве под деревом? У кого это яблоко в вазе на столе? У кого это просто отдельное в белом поле, такая ПНГ-шка транспарентная, это яблоко? Либо, может быть, кто-то представил яблоко, как маковский компьютер надкусанное. То есть подумайте, посмотрите, поспрашивайте людей вокруг себя, какая картинка стоит за конкретным словом у тех людей, кого вы знаете. Ведь это мы взяли очень простое слово. Мы взяли предмет, достаточно распространённый предмет. Если мы возьмём какие-то сложные феномены, ну, например, профессионализм. Что такое профессионализм? Что такое любовь? Картинка за каждым этим словом у каждого человека в голове стоит очень-очень разная. И договариваясь, коммуницируя друг с другом, мы часто ищем тех людей, у кого там, с кем мы совпадаем по этим картинкам, у кого они похожи, и ищем тех, у кого она совершенно другая. И каким-то образом пытаемся с ними выстраивать взаимопонимание. Вот и со словом средства массовой информации, и со словом «медиа» та же самая история. То есть у каждого из нас есть такая выученная картинка, что такое СМИ. И в российской практике средства массовой информации употребляются очень часто. У нас есть закон о СМИ, часто мы говорим про аудиторию СМИ. Даже непрофессиональные люди, обыватели, знают это словосочетание. И там вот журналисты – это СМИ. И вот как-то так на полочку кладут этих людей. Давайте посмотрим внутрь, вглубь этих словосочетаний и попробуем разобраться, какая картинка там стоит за этим устойчивым выражением. Забываем про слова массовой информации, берем только слово «средство». Какие синонимы к слову «средство» вы знаете? Подумайте, повспоминайте. Средство – это что? Как мы по-другому называем средство? Есть варианты? Можно записать на листочек, можно в голове вспомнить синонимы. Отлично. Давайте посмотрим, что у нас есть в словаре синонимов. Средство – это пути, средство добраться из точки А в точку Б, каналы. Средство – это механизмы. Механизм чего-то сделать. Методы, способы. То есть каким образом, по-разному можно решить одну и ту же задачу. И инструмент. Значит, вот это синонимы, которые предлагает нам словарь для слова «средство». Вот у нас есть этот набор синонимов. Дальше. У кого было по физике пять, вспоминайте и радуйтесь, если вспомните. Значит, массовый, да, если мы говорим про массовую информацию. Сейчас забываем про средства и про информацию массовую. Что такое масса физики? Потому что мы используем этот термин, естественно, унаследовав его из естественных наук. Что такое масса физики? Масса – это не вес, помним, да, объем на плотность, если кто-то помнит, но это не отвечает на вопрос, что такое масса. Я, на самом деле, очень часто этот вопрос задаю, и даже там был у меня случай в Академгородке в Новосибирске, в очень такой продвинутой аудитории задала, и один-единственный человек сказал правильный ответ, потому что это вот тоже как раз история, что мы употребляем слово, а очень часто не задумываемся, что же стоит за ним. Масса – это количественное выражение инертности тела. То есть, чем больше, чем массивнее тело, тем оно более инертное, тем большую работу нужно сделать, чтобы сдвинуть это тело с места. Или наоборот, если оно раскочегарилось, и огромный бетонный шар катится у вас по главной улице вашего города, то для того, чтобы его остановить, он очень инертный, то есть он продолжает катиться. Чтобы его удержать, вам действительно очень-очень много усилий нужно приложить. То есть, вот массовая аудитория, и когда мы говорим массовая, мы в первую очередь говорим о том, что это инертная аудитория. Ну вот, кстати, массовая аудитория. Если вы, например, с этой массовой аудиторией, что вы можете сделать? Вычленить те, которые в красных футболках или в красной одежде, и тогда у вас получится группа в красных футболках или группа в желтых футболках, или группа в белых. Как только вы можете провести какую-то границу между этими людьми, они перестают быть массой. У вас появляется некий набор сегментов, набор групп. Но когда они у вас вот в таком толповидном состоянии, то это вот такая массовая, инертная очень аудитория. Кстати, вот если... Как можно сдвинуть, да, вот этих вот живых людей? Какие вот есть варианты? Что эту инертную массу с её места может столкнуть? Обычно какие-то очень базовые вещи, типа запах шашлыка или пончиков. То есть, если вы в какой-то стороне будете распылять, то за носом, за своим, часть аудитории пойдёт смотреть, где же вкусные шашлыки. Либо, наоборот, напугать. То есть, если где-то будет взрыв, если где-то будет выстрел, то эта массовая аудитория в панике начнёт двигаться и будет изменять свою траекторию. Поэтому, когда мы говорим с массовой аудиторией, очень базовые такие раздражители, они на неё влияют. Но, как только мы их начинаем делить на группы, здесь уже включаются совсем другие законы, законы групповой динамики. Если мы переформулируем, используя наши синонимы, используя наше представление о массовой аудитории, о том, что мы понимаем под словом информация, мы можем получить вот такие переформулировки, пересказы, что такое средство массовой информации. Это вот некие методы информирования, механизмы передачи от источников к массам, каналы транспортировки данных и фактов и так далее. То есть, вот это средство массовой информации мы пересказали после того, как мы покопали чуть поглубже, что такое средство, что такое масса и что такое информация. Можно в такой формулировке объяснить, что такое средство массовой информации. Можно нарисовать картинку. То есть, есть некие источники информации, есть некая широкая массовая аудитория. И вот СМИ это способ транспортировки этих данных до массовой аудитории. То есть есть кто-то, кто этой информацией обладает, и есть те люди, которые либо должны ее знать, либо хотят ее знать. Вот они эту информацию получают. Средства массовой информации, механизмы доставки фактов до массовой аудитории. И очень часто, когда я показываю эту картинку, люди спрашивают, а где же стрелочки в обратную сторону? В концепции средств массовой информации этих стрелочек нет. Но попробуйте повлиять на то, что войдет в выпуск новостей телевизионных. Или то, как будет собран редакцией выпуск газеты. То есть вы, конечно, можете позвонить в редакцию и сказать, как вы не освещаете такую-то тему, или наоборот, я вам там пресс-релиз выслала, срочно опубликуйте. То есть вы можете хотелку, конечно, эту послать, но по большому счету вы не влияете на содержание, вы не влияете на эфир, на порядок, расстановки сюжетов и так далее. И в принципе, по большому счету, редакция СМИ не сильно-то и зависит от этой обратной связи. В силу разных причин кто-то хочет этой обратной связи, кто-то не хочет, но в целом сама система устроена таким образом, чтобы информировать массы людей, чтобы распространять эти данные, эти факты на массовую, достаточно инертную аудиторию. И смотрите, вот в этой логике, в этой схеме, как быть успешным? Вы можете захватить источник информации. Например, там, министр обороны дает информацию только аккредитованным средствам массовой информации. То есть, вот все остальные транспортные средства, они от министра обороны информацию не получат, либо она будет вторична. И таким образом, там, закрывая источник, вы, собственно, изолируете информацию, которая поступает от него. Вы можете захватить транспорт, вы можете, там, купить или оказывать влияние на редакционный коллектив, на подбор и расстановку акцентов и приоритетов. Вот, как бы, имея в управлении этот транспорт, вы оказываете влияние в рамках средства массовой информации. То есть, вот, таким образом, ну, как бы, контролировать всю массу людей вам будет слишком дорого, поэтому, вот, можно ограничиться контролем за источниками и за транспортом. Давайте посмотрим теперь также на слово «медиа». Оно на наш русский «ух» звучит, конечно, очень по-иностранному, очень новомодно. Вот эти все ваши медиакоммуникации, масс-медиа. Ну, вот, в английском языке нет дословного, дословной интерпретации выражения средства массовой информации. Там никто не говорит, там, «instruments for mass information». Они говорят «медиа», говорят «mass-медиа». Давайте посмотрим, какая картинка стоит за этим словом. И, на самом деле, вы это знаете и без меня. Вот, попробуйте вспомнить слова, которые близкие по корню. Вот, кто латынь учил, тем полегче будет, но, в принципе, вы и сами прекрасно можете вспомнить. Я вас чуть-чуть натолкну на эти идеи. Ну, например, играли наверняка на гитаре, либо видели, как играют. Играют иногда медиатором. Что такое медиатор? Это можно, в принципе, можно пальцами играть. Только у вас там мозоли будут такие, и кровища будет просто на подушечках пальцев. Поэтому вы берете медиатор. Что он еще дает? Помимо того, что он защищает ваши пальцы, он еще дает совсем другой звук, совсем другое звучание инструмента. То есть, некий такой посредник между пальцами и струнами. Кто в геометрии был силен, вспоминаем, что такое медиана. Это отрезок из вершины треугольника к середине противоположной стороны. Если кто-то ходил к гадалкам и к посредникам между... Ну, нет. Хотя у гадалок там другая специализация. Медиум это посредник между миром духов и миром нашим земным. То есть, это вот такие посредники между разными реальностями. Люди, которые сшивают между собой пространство и время. Разделительная полоса. То есть, в английском варианте она будет срединная. Срединная полоса. Поэтому, когда мы рисуем, что такое медиа, мы не рисуем источники, транспорт и массовую аудиторию. Медиа изначально как идея. Это идея посредничества. Идея взаимодействия. И вот здесь мы уже не говорим о том, что это некая масса такая, которая воспринимает информацию. Мы говорим о том, что есть разные игроки. О том, что есть разные группы, разные люди. И вот через медиа они взаимодействуют друг с другом. Что-то игнорируют, кого-то игнорируют. Но в любом случае в концепции медиа у каждой группы и у каждого человека есть возможность и хотя бы такая иллюзорная возможность выступить, быть услышанным, высказаться. И быть услышанным хотя бы на какой-то небольшой аудитории. И вот медиа – это такие площадки, которые позволяют разным позициям быть высказанными, разным людям быть услышанными. То есть это совершенно не про пропаганду, не совершенно не про… Вот есть источник. И давайте мы… Знаете, как я очень часто говорю, в чем смысл работы журналиста в концепции СМИ. То есть вот есть источник, он что-то сказал, журналист должен донести, не расплескав эту информацию, до массовой аудитории. И что там думает массовая аудитория по поводу этого высказывания, в концепции СМИ особо не значимо. В данном же случае, да, вот в чем роль посредника, какие компетенции должны быть у таких посредников и медиапомощников? Это люди, которые умеют слышать разные точки зрения, умеют их там показать спектр мнений, дать возможность высказаться не только крайним позициям, но и вот этой всей палитре тех людей, которые думают по-разному, но не обязательно противоположным образом. И вот такая медийная платформа – это, по сути, и есть модель, да, идея, идея интернета, что разные люди на своих компьютерах, на своих мобильных девайсах имеют возможность взаимодействовать, коммуницировать с разными людьми, с разными группами, вступать в эти группы, выходить из этих групп. Вот таким образом и делиться, обмениваться информацией. То есть это совсем не про вещание, совсем не про сообщение чего-то, информирование о чем-то. То есть медиа – это про взаимодействие. При этом всегда стоит помнить, что мы говорим о концепциях, о неких идеальных конструктах. В реальности, конечно же, не бывает там чистых СМИ, прям совсем-совсем чистых СМИ, совсем-совсем чистых медиа. Всегда есть вот эти полутона на этом спектре, но для того, чтобы понять разницу и понять разницу подходов, вот нам важно закрепить эти две противоположные, две противоположные позиции, два противоположных подхода. То есть вот смотрите, да, есть СМИ искусства, например, балет, такой классический балет. Что от аудитории нужно, когда она приходит, чтобы посмотреть балетную постановку? Мы сидим в зале, главное, чтобы мы не шуршали, не звонили по телефону, внимали тому, что на сцене происходит, и между сценой и нами всегда есть Трампа, всегда есть граница вот эта сценическая. И, ну там, в конце вы выражаете свои эмоции по поводу, подарите букетик, будет вообще прекрасно. То есть у аудитории достаточно ограниченный способ влияния на действия на сцене, причем весь спектр того, что возможно, оно преимущественно негативно, да, то есть вы можете испортить вечер балета на пакости всякие, да, нарушая правила поведения, а вот так, чтобы позитивно и созидательно повлиять на балет, то вы не сможете этого, в этой системе этого нет. Когда же мы говорим про хоровод, да, это такая горизонтальная модель. Те люди, которые танцуют хоровод, они чаще всего добровольно туда вступают, и очень часто их действия могут изменить полностью рисунок танца. То есть если кто хоровод в отделе, да, знаете, вот кому-то хочется пойти вперед, и он такую лидерскую позицию занимает, тянет с собой, и хоровод подстраивается под это, да, и тоже идет внутрь, потом идет наружу, можно изменить вектор, по которому мы движемся. То есть в данном случае каждый человек, кто в танце участвует, он может повлиять на то, как этот рисунок танца выглядит. Другое отличие, которое я очень часто показываю, да, это вот как в образовании, все-таки образование, это та система, которая формирует в нас некий паттерн, да, некий шаблон восприятия информации, работы с информацией. И если вы там 11 лет, потом еще в университете, в большинстве своем сидите вот в такой классной рассадке, а не в смысле классной, а в смысле классно, в аудиторной такой киношной рассадке кинотеатровой, и смотрите в затылок друг к другу, а не в лицо друг к другу, да, не в глаза другому человеку, другому ученику, то это постепенно вырабатывает в вас некую привычку, что потребление новой информации и узнавать что-то новое, это значит сесть за парту, сесть за парту правильно, будет один человек, который стоит у доски, и он вещает, помните, да, вот эту вот схему вещательную, вот у нас есть учитель, он вещает на массовую аудиторию, и что от этой аудитории в этом случае важно? Не смотреть в окошко, не шуршать фантиками, не отвлекаться и не мешать другим, да, и внимать тому, кто вещает. Почему очень трудно многим выходить к доске, отвечать или что-то рассказывать, потому что человек, который только что был в качестве потребителя, да, такого всасывателя информации, его ставят совершенно другую ролевую позицию, когда ты должен вещать. Это страшно, ужасно, и вообще иногда больно. То есть вот то, как мы учимся, то, как мы, даже просто как вот парты расставлены. Я очень часто спрашиваю, были ли у вас в школе какие-то занятия, какие-то уроки, где парты стояли не так. Иногда говорят, там, на истории меняют расположение парт, на литературе, на английском, на иностранном языке, да. То есть вот как только чувствуете, как только нужна коммуникация, как только людям в рамках образовательного процесса, обучающих каких-то мероприятий, им важно, чтобы люди друг с другом коммуницировали. Парты должны стоять не так. Парты должны стоять так, чтобы люди видели друг друга, да. То, что у нас в случае с круглым столом, когда мы видим, мы можем переключать внимание, мы видим каждого говорящего. Это вот как раз медийная такая рассадка, коммуникативная, которая помогает коммуникации. Я вот когда родителям показываю часто вот эту фотографию, это реальная школа, когда я показываю такую фотографию, у них, у многих, у многих очень частая первая реакция, где дисциплина, где вот это вот сидение правильное за партами, вот это вот они так не учатся, так невозможно учиться, говорят они, почему они это говорят? Потому что их опыт, их паттерн, выученный паттерн поведения, говорит о том, что учиться надо в вещательной среде. И вот здесь, если вы видите, то есть это абсолютно медиа-концепция. Вот есть разные группы, есть маленькие, вот в паре они работают, есть какая-то групповая, которая смотрит какой-то видеоурок, есть некая мастерская, есть самостоятельное изучение, самостоятельная работа. И вот это все, это некий такой процесс обучающий. И это медиаподход, в данном случае к образованию, но для вот концептуально нет большой разницы между медиапроектами и образовательными проектами. Мы и там, и там работаем с информацией, мы и там, и там работаем с аудиторией. Тематики разные, условия разные, но в целом это вот как из одного мозга информацию мы передаем в мозг других людей. То есть почему люди удивляются, возмущаются и гневаются, глядя на такой подход. Не потому, что люди плохие, не потому, что там что-то правильно, что-то неправильно, а потому, что они не умеют, у них нет в опыте получения информации вот по такой модели. Они не знают, как себя вести, они чувствуют себя неловко, они не чувствуют себя крутыми и знающими, как эта система устроена. И поэтому они начинают испытывать какие-то эмоции по этому поводу. Как это влияет и почему это значимо, понимать это, почему значимо для тех, кто в медиа собирается работать. Дело в том, что модные тенденции, они идут с запада. И различные там народные новости, сетевые сообщества, какие-то, ну, какие-то такие интерактивные штуки, они зарождаются в то есть, вот приблизительно в такой среде. Там, где люди понимают, что коммуникация, она вот такая многонаправленная, многофакторная, что ты можешь быть и носителем информации, и человеком, который сообщает, и человеком, который дискутирует. Ну, то есть, вот эти роли, они более-менее обкатаны, и люди умеют ориентироваться, да, какая роль требуется от них в данный момент. Если же мы работаем с нашей аудиторией, которую продолжаем мы учить в вот этой вот рассадке, смотреть в затылок друг к другу и не шуми, эта аудитория не всегда готова к интерактиву. То есть, конечно, сейчас масса марафонов в социальных сетях, всяких розыгрышей, всяких тестов, которые, какое вы дерево, или там, кто вы во вселенной Гарри Поттера. Это все попытки раскачать аудиторию, которая привыкла, что есть один вещатель, что есть там один правильный ответ. Это смена, скорее, даже не поколений возрастных, это не история про кто в каком году родился, это, скорее, смена поколений разноопытных, кто был в дискуссионной и многофакторной среде, кто учился и сталкивался с необходимостью выбора среди спектра различных точек зрения, кто сталкивался с тем, что он может сам что-то рассказывать, делиться, быть наставником, быть преподавателем, быть редактором, быть журналистом, автором блога, копирайтером и так далее. Все наши остальные профессии, которые близкие с нами. Вот кто, у кого в опыте это есть, с теми легче устраивать и цифровые какие-то проекты, партнерские, сетевые, там, сообщества и так далее. Кто привык, дайте мне один правильный учебник, кто привык, дайте мне одну правильную точку зрения, с ними, вот, конечно, работать тяжелее. И поэтому, когда вы придумываете свой медийный проект, когда вы разрабатываете его, очень важно задать для себя вопрос. Или когда вы анализируете чей-то другой проект, очень важно задать себе вопрос. Этот проект был сделан в рамках СМИ-концепции, в рамках вещательной модели. Мы сейчас вам расскажем, самое главное, послушайте, да, типа, привяжите себя к компьютеру и дочитайте этот лонг-рит до конца. Либо вы строите медиамодель, и тогда совсем другие подходы должны быть, тогда вы не можете устраивать какой-то диктат, тогда у вас должны быть инструменты, где пользователи сами могут выстраивать свою логику рассказа, где они могут активно участвовать, комментировать. И эти комментарии совершенно необязательно должны нравиться вам. В данном случае медиаподход тянет за собой тоже такое наступание часто на гордость продюсеров и издателей, и наступание на вот эту единственно правильную точку зрения носителями, которыми мы себя считаем. Жить в многополярном, жить в медийном мире сложнее, потому что вам нужно учитывать так много факторов, которые влияют на вашу позицию, важно проверять, перепроверять информацию, важно помнить о том, что картинки за словами у разных людей стоят разные, но всему этому можно научиться, этому всему стоит учиться, потому что вещательная модель, она вот какую-то свою роль в развитии масс-медиа сыграла и какую-то небольшую нишу занимает, но в целом, конечно, мир коммуникативен. Мир – это пространство для информационного взаимодействия, для информационного обмена, а не для какого-то такого одноканального, однонаправленного вещания. Поэтому, если вам эта тема интересна, если вы решили связать свою жизнь с медиа, то компетенции, которые вам необходимо в себе развивать, они как раз связаны с тем, чтобы научиться разбираться вот в этой групповой динамике, в технологиях, которые позволяют дружить сообщество друг с другом, давать людям возможность выбора, перестраивать, переупаковывать контент в зависимости от особенностей аудитории и даже в особенности от каждого конкретного потребителя информации. важно понимать, как вот эта группа сегментируется, как мы среди массы, по какому критерию мы можем вычленять различные группы, как с ними работать. Безумно интересная среда. И в нашем случае, с нашей образовательной традицией добавляется очень важный вопрос, каким образом мы будем адаптировать тех людей, которые в системе образования выросли вот в этом паттерне вещания, как мы будем сокращать вот этот разрыв между коммуникативным медийным миром, который мы хотим создавать и в котором мы сами погружены, и вот той традицией одного правильного учебника, сидения со сложенными ручками и чтобы задать вопрос, нужно поднять руку. Вот, собственно, вот эта концепция, вот эта идея, которая пришла мне в голову и вот эти две схемы, которые позволили мне достаточно большому количеству людей объяснить, в чем принципиальная разница между традиционными средствами массовой информации, телеэфиром, радиоэфиром, печатными СМИ и даже интернетами, то есть это же не обязательно должно быть обязательно в печати. Есть интернет-СМИ, которые выстроены по модели СМИ, они только вещают, они никак не включают в себя элементы обратной связи. И вот как вот эти традиционные СМИ, они отличаются от медиапроектов, от иммерсивной журналистики, от квестов, интерактивных лонг-ридов, интерактивного фото, видео, проектов с многим количеством тропок, по которым аудитория может может ходить и самостоятельно выбирать по какой логике она будет эту информацию получать. Так что я надеюсь, что вам это разделение помогло с нового угла, с нового ракурса взглянуть на те издания и на те медиа, с которыми вы работаете, с которыми вы знакомы и подумать о каким типом проектов вы хотите заниматься, вы хотите строить СМИ либо вы хотите строить медиа. Всегда с вами Оксана Салантьева. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok